всем привет хотела записать это видео еще вчера но у нас внепланово возник девичник мы готовили сюрприз нашим мужьям говорить пока не буду потому что вы уж меня точно смотрит поэтому первое число кстати у нас 1 июля будет годовщина свадьбы 4 года как бы женаты поэтому я решила сделать сюрприз и предложила сделать такие же такой же сюрприз своим подружкам почему не согласились у нас было вчера потрясное даже сказать мероприятие потрясный девичник потому что у нас никогда такого не было было очень весело сидели почти до 4 утра встретили расследовала очень красиво конечно же все очень устали и в 4 утра наконец-то разошлись пошли отдыхать вот и только сегодня вечером я наконец-то дошла до вас и решила записать видео видео сегодняшнее видео посвящено отношениям не надо мне советовать я сделал это сам я же мужик хотели мы как-то встретиться на нейтральной территории все уже там вы же навострили и носки помой за собой посуду в конце концов вытери со стола крошки свои первый совет такой в начале отношений даже не в начале когда вы хотите только с кем-то познакомиться кто вам понравился конечно же делайте первый шаг девушки улыбнитесь или посмотрите ему в глаза или то и другое вместе это будет супер просто если может быть а с первого раза улыбка не подействовала и ваш взгляд тоже не зацепил его не отчаивайтесь это же можно сделать повторить несколько раз поэтому все ваших руках и он даже не поймет что первый шаг сделали именно вы когда он отреагирует на ваши невербальные методы общения скажем так то он возможно сделает вам подойдет до сделает как бы типа первый шаг но тут важно помнить что если вам даже если очень сильно понравился молодой человек но он никак не среагировал на ваши знаки невербальные знаки внимания то не стоит тратить свои силы тазить свои нервы и бегать за ним я думаю ничего хорошего из этого не выйдет второе конечно же это больше относится с второй совет больше относится к девушкам к матерям так скажем к матерям и совет такой любите себя как можно себя любить это за собой ухаживать да что-то себе покупать из вещей какие-то книжки читать по самообразованию по повышению самооценки по этим же отношениям да какие-то книжки тоже советы наполняйте себя с разных сторон развивайте себя с интеллектуальной стороны с физической стороны да занимайтесь спортом духовно поднимайтесь учитесь читайте книжки и конечно же не забывайте про внешнюю красоту но не без не перестарайтесь потому что когда перестараешься с вами знаете как это выглядит нелепо и вообще естественная красота сейчас большая редкость поэтому делайте на этом акцент третий совет не включайте ворчливую бабку убери носки помой за собой посуду в конце концов вытери со стола крошки своей чё ты опять пошел мятые что обо мне подумают блин я понимаю что в нас это заложено возможно не во всех но надо стараться это снижать этот уровень борщливой бабки и не наседать на мужчин на парней потому что вы представляете даже если вам будут говорить вот это вот из раза в раз сами понимаете какая у вас будет реакция поэтому не убивайте любовь вот этой вот этим недовольством получи постоянным ворчанием и вообще мужчины не очень любят я бы даже скала мужчины не любят когда им дают советы когда им в чем-то помогают дайте им возможность сделать решить свои проблемы самим ну уж такова их природа что сделаешь у нас природа такая что мы хотим идем направо и и налево раздаем советы а у них природа такая что не надо мне советовать я сделал это сам я же мужик кстати немножко сделаю паузу и скажу что советы у меня немножко нелогично расставлены поэтому здесь никакой нет так скажем иерархии четвертый совет не торопитесь с интимом особенно это касается девушек до 18 у кого так скажем еще сохранность в сто процентов девичья сохранность на сто процентов вот конечно с женщинами это будет немножко по-другому я думаю они там него другая история но на самом деле я вам хочу сказать девчонки молодые девчонки школьницы и не знаю студентки не торопитесь и лучше дождаться того единственного и конечно ему довериться и и тогда будет все нормально причем довериться тогда когда уже знаешь человека да ну или не там не через месяц я думаю хотя бы через полгода а то и через год но через год конечно это так конечно так звучит странно через год слишком много кажется но на самом деле я сейчас вам расскажу одну историю свою историю был у меня один молодой человек уж очень он любил блядствовать простите я не я это знала я понимала что он конечно без этого сейчас никак не сможет но дать я это ему сама не могла но мы все равно встречались в итоге ничего из этого хорошего не вышло мы расстались дальше у меня появился новый молодой человек из другого города но про встречались мы с ним недолго и честно говоря как-то ну отношения были конечно не такие как с первым молодым человеком но тем не менее хотели мы как-то встретиться на нейтральной территории все уже там вы же навострили я легла спать и должна была на следующий день ехать в соседний город утром просыпаюсь и чувствую что меня за набит я померила температуру меня температура конечно же с температуры я никуда не поехала к вечеру эта температура спала уж не знаю что это был за знак но девочки честное слово я уже была готова не знаю почему куда я торопилась но не знаю что это высшие силы или что я не знаю может мама там не знаю какой чай не налила почувствовала что я там собралась и навострила лыжи это первое свое важное свидание но общего такая ситуация получилась чему я очень рада стремно об этом говорить как-то так ну небось не стремно конечно но и неудобно в общем короче говоря отдалась я своему мужу в 19 лет вот так между прочим на минуточку вот и нисколько потом об этом не пожалела хотя знаете некоторые считают что типа там у кого был один партнер у того типа интим скукотища нифига подобного пятый совет очень важный потому что я наступила на эти грабли и до сих пор об этом жалею и иногда мучаюсь и мучаю мужа не знаю мне кажется было бы все по-другому если бы мы не рассказали о своих прошлых отношениях не надо рассказывать про свои бывшие отношения и тем более там показывать до этого человека бывшего там либо инза на фотографиях или там в социальных сетях не надо не знакомьте не надо потому что вы все знаете как какой стереотип складывается к бывшим там молодым людям или бывшим девушкам если вы хотите рассказать о том что вам не нравилось в предыдущих отношениях просто ну так скажем объявите в начале отношений что вам нравится и что вам не нравится только не кидайте это все в кучу там не не нравится это 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 выберите что-то самое главное ну там три пункта там ну или пять пунктов и больше самые такие основные самые главные которые вас действительно бесит которые ради которых вы готовы там расстаться с человеком с любимым шестой совет нужно конечно же придерживаться точнее не придерживаться нужно ориентироваться на действия молодого человека конечно же слова тоже важны но сказать можно хоть что конечно если он вам говорит там ты моя там девочка тебя там это так по тебе соскучился так хочу тебя увидеть а сам на деле там с парнями в гараже сидит там футбол смотрит или что то еще и не желает не проявляет никакого желания с вами действительно увидеть зато но это самый банальный пример поэтому конечно же действия важнее слов 7 совет 7 вроде ревность девочки все все ревнуют все те кто в себе не уверен честно сказать во мне такая проблема есть она мне так надоело честное слово поэтому если вы ревнуете и вам молодой человек не дает повода ну если может конечно там маленькие и в нем стоит еще конкретно ну как бы хорошо разобраться а вообще ревность это проблема не в нем как правило а вот нас поэтому стоит здесь покопаться в себе разобраться может быть даже сходить психологу ну вот в принципе и все надеюсь что девчонкам эти советы пригодились или пригодятся главное держать это все время в голове и помнить что вы девушка и вы должны нравиться должны нравиться в первую очередь себе а потом уже остальным я думаю что эта тема будет интересно не только девушкам но еще и молодым людям мужчинам поэтому продолжаем пополнять плейлист отношения и до скорой встречи пока пока